Областной конкурс школьных агитбригад юных инспекторов дорожного движения «Светофор» уже традиция. Его итоги подводят ежегодно перед весенними каникулами уже в 16-й раз. Как всегда, участие приняли веселые и находчивые знатоки ПДД со всего региона. В финале выступили 27 команд. Самая сложная задача у жюри конкурса – из десятков хороших выступлений выбрать самые-самые. Не только яркие и талантливые, но и те, которые наилучшим образом раскрывают тему профилактики дорожно-транспортных происшествий. В этом году, во-первых, выступления стали более динамичными. Можно сказать, что посыл более четко выражается. Это во-первых. Во-вторых, и в-третьих, качество сценариев тоже улучшилось. Если в прошлые годы, например, там в начале все начинают бодро, а потом мы уже замечаем, что сценарий повторяется уже который раз, можно говорить о том, что все-таки менее с душой подошли команды, нашли его в интернете, кто как смог, так и обыграли. А здесь прослеживается, что команды тщательно подходили к разработке сценариев, все-таки чувствуется, что занимаясь этим самостоятельно, и поэтому смотрелось совершенно по-другому. Смотрелось более динамично, более ярко и более красочно. Тема финала – культура и взаимовежливость – залог безопасности на дорогах. Раскрывают ее команды по-разному. Кто-то сделал ставку на музыкальные номера, кто-то на сценки. Одни подходят к заданию серьезно, другие – с юмором. И, конечно, как всегда, каждая команда постаралась выделиться из общего числа участников костюмами и реквизитом. Большинство команд принимают участие в конкурсе ежегодно и знают секрет успеха. Над нашими сценками и над нашими выступлениями работают сценаристы, и мы все вместе обговариваем, все вместе решаем. У нас была сценка довольно-таки интересная и различные поучительные слова. Творческий посыл ребят в журе ценили по достоинству. Команда 41-й школы заняла первое место. Вторыми стали юные инспекторы дорожного движения из Родников. Третий приз отправился в Китово, Шуйского района. Те, кто в тройку не попал, смогут попробовать еще раз в следующем году. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.